В Чувашии сформирована единая система реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Однако, хорошие показатели не повод успокаиваться. Об этом говорили на сегодняшнем заседании правительственной антинаркотической комиссии при главе Чувашия. При республиканском наркодиспансере открыт кабинет первичного мотивационного консультирования для потребителей психоактивных веществ, участвующих в программах реабилитации. Чтобы найти бывшим пациентам подходящую работу, между республиканским наркодиспансером и Центром занятости населения города Чебоксара заключен договор о сотрудничестве. Пациенты с диагнозом «наркопотребитель» автоматически попадают в базу данных социальной службы и Центра занятости еще на этапе лечения, а в наркодиспансер регулярно приходит перечень вакантных рабочих мест. Тем не менее, 89% употреблявших наркотики длительное время и прошедших лечения не работают и не учатся. Здесь есть проблема по дальнейшему его и трудоустройству, и выдается очень много ограничений, то есть и по водительским правам, и по реальному трудоустройству на хорошие рабочие места. И поэтому, к сожалению, иногда наркопотребители либо уходят и лечатся в анонимную сеть, и мы их теряем из поля зрения, или они просто-напросто скрываются и не афишируют о том, что они являются наркопотребителями. В республике успешно работает антинаркотический проект «Участковая служба». Благодаря этому на ранней стадии выявляются группы риска, семьи и несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В организациях социального обслуживания активно развивается клубная деятельность для родителей. Для оказания экстренной психологической помощи круглосуточно функционирует детский телефон доверия. При этом наблюдается значительное сокращение количества поступающих звонков. Люди не доверяют телефону доверия? Или проблема в чем? Или у нас так все стало благополучно, что нет пола дозвонить? Я считаю, что стало благополучно в связи с тем, что у нас количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уменьшилось. Глава Чувашия Михаил Игнатьев подчеркнул, что эффективное взаимодействие всех заинтересованных структур способствует решению задач реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Но достигнутые позитивные показатели не повод успокаиваться. Необходимо держать ситуацию под контролем и не допускать увеличения количества наркозависимых в регионе. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова